Всем привет! Сегодня мы с мамой пробуем вот такой интересный плод. Он называется гуава. Ну давай, разрежь. Это фрукт? Да, это фрукт. Мы с тобой его уже пробовали, просто мы хотели заснять такое видео, чтобы показать нашим зрителям. Я считала, что это фрукт. Он очень полезный. Смотрите, он такой снаружи желтенький внутри. Красненький, очень пахучий. У него вот такие очень прочные косточки, очень твердые. Цвета арбуза. Да, такой цвет у него красный. Косточки эти нужно глотать. Их обычно не выплевываются. А их не выплюнишь. Их не выплюнишь. Их слишком много. Просто стараться, чтобы они на зуб не попадали. Четко так. Стараться зубами их не кусать. Это раскусывается. Успела его раскусывать. Раскусывается, но я боюсь. Я кусаю, когда попадает. Я кусаю аккуратно. Я стараюсь их так кушать. И мне еще очень понравилось кожуру ложить в чай. Вкусный. Сладкий этот фрукт? Иногда он попадается такой не совсем сладкий. Но запах у них у всех ароматный. Даже у тех, которые может быть чуть-чуть не дошделые. Ну он же ты знаешь, он не сильно сладкий. Он не сильно сладкий, но он очень приятный. Сладше, чем кактус. А чем кактус? Не, маракуйя сладкая. Маракуйя вообще ядреная. Кактус тоже бывает сладкий. Ну вот. Как сладкий кактус тогда. Ну я люблю без кожуры есть. А я люблю без кожуры есть. Вот, кстати, этот плод некоторые люди чистят. Я его не чищу. Ну да, вот такой я тоже могу, кстати, обрезать. Потому что иногда бывает, как немножко подсошенный. Я и инжир люблю без кожуры. Муж мой говорит, что нужно разрезать и проверять, чтобы там не было вредителей внутри. Ну сосед нам приносит эти плоды. Здесь редко бывает. Да, здесь честно скажу, я от этого мужчины, который нас угощает, ни разу в этих плодах еще насекомых не видела. Ни червячков, ничего. Вкуснятина, это у меня перекус. Очень вкусный фрукт. Я считаю калории, поэтому. Ну вообще-то в нем, по-моему, 60 с чем-то тоже 67. Ну, в чищеных 4 штуки мне как раз тоже надо. Вот, поэтому он калорийный, в принципе, но им можно быстро накушаться, поэтому много... Он хорошо утоняет и жажду, и голод. Да, много вот так мы свешивали. 4, так это аж прям много, прям сытость. Сколько мы взвешивали? Там в одном, если не почищенном, где-то в этих грамм 70-80 бывает. Ну, это не очень большие, да, бывает больше. Да, бывает больше. А бывает меньше, то в них где-то 50 даже бывает. Вот в этих, которые маленькие, да, вот в 3. Ну и плюс очищенные, поэтому 4 штуки мне тоже надо. Ну, очищенные, да, как раз себе. А что уйдет? Такой десерт или перекус. А кожуру отдадим своему кролику? Кожуру отдадим кролику. Он ее очень любит, кстати. Она такая ароматная. Он прям с ума сходит слышит ее. А, тут-то он и прыгал в клетке, аж туда услышал. Ну да. Я, кстати, прочитала, что это единственный фрукт, в котором витамина С больше, чем в апельсинах. И вообще в цитрусовых. В нем и железо, наверное, есть. Я уже не помню, в нем очень много чего есть. В разных странах его принимают в пищу от разных, для профилактики разных заболеваний. Нужно посмотреть. У него очень большая польза в разных сферах. Состав нужно посмотреть. Да. Он и клубнику напоминает по вкусу раннюю. Вот, кстати, да, вот по аромату, даже по аромату чем-то клубнику напоминает. Вот так, конечно, не сто процентов, а не одоленно. Да. Вот так в нос бьет. Я читала, что в прокуренном помещении он забьет запах табака, представляешь? Да. Я, конечно, не пробовала. У нас никто не курит здесь. Ну, когда клиенты приходят. Ну, когда клиенты приходят, я не кушаю гуабу. Надо попробовать просто нарезать сразу. Да, кстати, интересно. Может быть, оно вообще там забьет. И иногда страдаем курево от этого. Блин, большой, а не такой, не такой спелый. Ну, даже от размера не зависит. Ну, да. Не взвесилась, я две штуки. Не взвесила, а все вместе взвешивала? Нет. Ну, ладно, ничего, приятного аппетита. На глаз. Вкусная, вкусный фрукт. Ладно, дразнишь меня, я сейчас тоже покушаю. Видишь, даже три у меня будет достаточно. Даже три? Ну, сытно. Много не съешь. Сытно. Ну, в смысле, конечно, съешь и много. Ну, такая сытно. Ну, как-то вот я четыре еще ни разу не съела подряд. Я, может быть, съедала четыре, когда была очень голодная и как-то не придумала, чтобы еще покушать. Ну, вот ни разу. Может быть, и съедала разок. Маракуйя, если бы не аллернее, я бы съела, наверное, 10. Красивая. Ага, это спелая будет. Я бы, может, и 10 съела. Ну, просто я... Маракуйя там 25 грамм всего лишь где-то примерно внутри. Ну, она такая ядреная и вкусная. А здесь 70 грамм. Ну, она, наверное, более какая-то такая жиденькая. А она такая плотная, поэтому... Да, есть у нее запах клубники слегка, когда кушаешь. Вот такой красивый фрукт мы сейчас попробовали. Так что, если будете где-то в теплых странах или где-то у нас на Кипре, обязательно попробуйте. По-русски называется гуава, по-гречески называется кавафа. По-английски, по-моему, тоже по-английски называется гуава. Надо посмотреть, по-моему, тоже гуава. Более распространенное название гуава. Ну, да, распространенное. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках. Всем пока!